Всем привет! Сегодня мы поговорим о союзе дизайнеров и архитекторов. Что это такое? Зачем это нужно? С чем это едят? Кому это нужно? Да, и вот она, вот она, гвоздь программы. Валерия, давай представься, расскажи, кто ты и о чем будем говорить. Да, всем добрый день. Меня зовут Мироненко Валерия. Я являюсь председателем союза дизайнеров и архитекторов по городу Екатеринбургу и Свердловской области. Я член союза дизайнеров и архитекторов. И также я являюсь арт-директором и основателем собственной дизайн-студии. Ну вот и погнали смотреть. Сегодня мы будем говорить о теме, о союзе дизайнеров и архитекторов. И самый твой главный глобальный вопрос. Что это? Кто это? Зачем это нужно? Кому это нужно? Друзья, я, так сказать, объясню диспозицию. Лично я считаю, что это абсолютно ненужная организация. Ну вот, и, соответственно, мне несколько раз предлагали членство. Я подумал, зачем я буду членом? И вот какие у меня аргументы. Значит, например, раньше, если ты являешься членом союза, например, художников России, там, Советского Союза, там раньше это было, то ты сразу же получаешь заказы от государства. Ну, то есть ты сразу обеспечен работой, деньгами, славой и так далее. Сейчас ты только платишь взносы, там надо платить взносы, да? А, соответственно, никто тебя не обеспечивает заказами. Вот это мой самый главный аргумент. Поэтому, пожалуйста, расскажи, что и как с этим обстоят дела. Да, я сейчас, Иван, тебе немножечко шторки вот так раздвину, зашоренные. Давай разберемся для начала, что такое союз дизайнеров и архитекторов. Давай. Начнем с того, что такое союз дизайнеров и архитекторов. Это объединение талантливых и прогрессирующих людей в своей индустрии, в индустрии дизайна, да, дизайна и архитектуры. И если, допустим, дизайнеру-новичку, которого только отучился там или хочет пойти в дизайны, на вопрос, куда податься, все понятно, да? В школу дизайна, к тебе, на курсы, там еще куда-то. То для профессиональных людей, либо владельцев своих собственных студий, вот здесь вопрос становится тупиковым. И, собственно, союз, вот он объединяет вот этих профессиональных, талантливых, экспертных людей, которые могут дать ответ на любой сложный вопрос. И союз дизайнеров и архитекторов разделяется на внутреннее и внешнее движение. Внутреннее движение – это как некий бизнес-клуб. Это наставничество непосредственно от нашего президента, союза дизайнеров Евгения Тюрина. Это его продукт, это его тема. Оно заключается в том, что он помогает создавать, развивать дизайн-студии, либо создавать и развивать какие-то бизнес-направления, бизнес-проекты в рамках этой дизайн-студии. Внешнее направление – это ивент-мероприятие. Причем это ивент-мероприятие по всей России. И союз дизайнеров-архитекторов знаменит тем, что это самое крупное ивент-агентство. Назовем это так. Причем официально зарегистрированное. Но каких-то государственных, общеобразовательного направления оно не несет. То есть это как частный бизнес, частный продукт Евгения Тюрина. А как некий консалтинг, бизнес-наставничество. Причем у нас в Союзе где-то около 65 членов союза дизайнеров-архитекторов, в том числе и я. И у нас примерно где-то 15-16 девочек, которые миллионеры. Которые в месяц чистые прибыли получают 1, 2, кто-то даже 3 миллиона рублей. А внешнее – это мероприятие. Причем мероприятие, которое… Ну подожди, я сразу вопрос задам. Давай. Вот ты говоришь, там девочки-миллионеры. Они что, миллионерами стали после того, как вступили в клуб, простите, в клуб, в Союз дизайнеров России? Или как? Или что? Или как-то им помог этот, соответственно? Вот смотри, для того, чтобы тебе более широко ответить на этот вопрос, кем стали девочки, какой они там путь прошли, наверное, тебе лучше брать интервью у Евгения Тюрина лично. Я просто хочу понять, вот, то есть, я очень скептически отношусь к этой организации. В чем твой скепсис? И, собственно… Что-то до бабки нужно нести. Да. И, собственно, к этим к тебе пришел. А ты говоришь, да нет, это прекрасная организация, которая… Я вот тебе расскажу, про что она. Так вот мне и хочется узнать. Сейчас только что я услышал, что там есть миллионеры. Ну, то есть, они пришли миллионерами или там стали миллионерами? Ну, конечно же, они там стали. Как они там стали, я тебе… Это отдельная вообще тема. Это, в принципе, отдельный кейс каждого участника. И это тебе нужно у каждого участника взять интервью, чтобы… То есть, получается, им кто-то там помогал? Конечно, кто-то. Это Евгений Тюрин. Евгений Тюрин. Да. Окей. Личным наставничеством. Хорошо, тогда давай сразу такой вопрос. Чтобы быть участником этого замечательного клуба, нужно платить? Конечно. Сколько? Там какой-то… Вот сколько я тебе цифр и не подскажу, потому что там разделяется на несколько направлений, в зависимости от того, какие цели ты преследуешь. Потому что есть возможность выступать на конференциях, есть возможность также быть наставником у других дизайнеров и так далее, и так далее. И вот если ты хочешь взять полный пакет, это одна цена. Если ты там не очень полный пакет, это другая цена. Ну, хорошо. Я хочу наставничество самого главного. То есть сколько это стоит? Зайди на сайт «Союз дизайнеров-архитекторов», и там будут все расценки. Все, я понял. Так, хорошо. Так же, как и любая коммерческая организация, естественно, это не благотворительная организация. Естественно, она существует на том, что люди приходят, платят вступление в этот бизнес-клуб, в этот «Союз дизайнеров-архитекторов», и там в рамках него развиваются и растут. Так же, как и твоя школа. Ну, ты же не бесплатно обучаешь дизайнеров, правильно? Конечно. Конечно. Когда люди, отучившись в твоей школе, дизайнеры, получили они базовые знания, что такое дизайн, они получили креатив, да, они с этим креативом. И дальше следующий шаг. У нас возникает вопрос, а где мне найти этих заказчиков? А как себя позиционировать как личность? А как себя позиционировать как дизайн-студия? А как построить эту дизайн-студию? А как ее развивать? А как поставить на поток заказы? А как делать рекламу? А как делать продажи? А как делать комплектацию? Вот ты в своей студии этому не обучаешь. Да, в «Союзе дизайнеров» не обучают дизайну. Ну, потому что там уже пришли дизайнеры готовые, они уже обучились у тебя. А вот вопрос, а что делать дальше? И этот жирный вопрос, он возникает у каждого твоего выпустившегося дизайнера. Ну, то есть, получается, мой выпускник, ну, и другой школы какой-то, может обратиться в «Союз дизайнеров-архитекторов». Там есть какой-то пакет участий, я так понимаю, да? То есть, это какие-то ежемесячные платежи, да? Если ты хочешь, я новичок, дизайнер, хочу личное наставничество Евгения Тюрина, то я иду в «Союз дизайнеров-архитекторов». Если я хочу наставничество, там, кого-то из членов «Союза», либо просто хочу самостоятельно обучиться, то я иду в бизнес-клуб «Грани». То есть, здесь два ответвления. И там, и там разные суммы участия, но и там, и там я получу желаемый результат. Понятно. То есть, это и поддержка, и наставничество, и общение в кругу себе подобных тоже дизайнеров. Да, да, да. Это очень мощное комьюнити, аналога которого нету в России нигде. Все понятно. Значит, я признаюсь, что я перепутал на самом деле одну организацию с другой, потому что я-то считал, что это государственная организация, которая раньше, собственно говоря, и существовала. А ты-то говоришь про коммерческую, то есть, это совсем другая история. Она и существует сейчас, вот эта твоя государственная. Но у нас есть члены «Союза», которые состоят в «Союзе», состоят в бизнес-клубе «Грани», выступают на конференции, и которые параллельно также состоят в этой государственной ветке, государственной теме. И мы с ними, естественно, общались, там, на разные темы, а как здесь, а как там. И вот там, где государственная тема, там вообще тухло, там вообще ноль, там пользы никакой. Вот теперь все сложилось. Пазл сложился. Пазл сложился, да, наконец-то. Все, теперь можно, в общем-то, делать выводы. В общем, та официальная государственная структура, которая называется «Союз дизайнеров-архитекторов России», которая государственная, она действительно абсолютно бесполезна, как я и считал раньше. Ну, наверное, для кого-то полезна. Но с тем, с кем я разговаривал, пользы никакой. Плати взносы, отдача, в общем-то, непонятно какая. В твоем случае это, по сути, по сути, это бизнес-клуб, но по отрасли. Да, то есть, именно конкретно заточены на дизайн. И я так понимаю, что в этом его ценность, потому что там нету, не знаю, металлургов. На самом деле, это бизнес-клуб, он вот для нашей сферы, для всей. Причем ты не обязательно можешь быть дизайнером, ты можешь быть строителем. У нас же большая, как бы, отрасль нашей сферы. Ты можешь быть дизайнером, строителем, это поставщичья тема. Возможно, это какой-то хомстейджинг, да, ответвление. Но, так или иначе, вот именно нашей дизайнерской отрасли, это вот как раз туда бизнес-клуб. Ну, тогда, пожалуй, остался последний вопрос или пару последних вопросов. Первый. Как туда попасть? Если ты хочешь попасть в Союз дизайнеров России, который государственный, то там собиралась комиссия, тебя оценивали как специалиста, как творческую личность и так далее. То есть, абы кого туда не пускают. Просто по профессионализму смотрят. Вот как попадают в ваш клуб? Очень просто. Ты пишешь, оставляешь заявку, выбираешь пакет, который тебе больше нравится. Смотря какие цели, да, опять же, ты преследуешь. Берут всех. Но здесь вопрос твоего кошелька. Сколько ты готов и какие цели ты преследуешь? Например, я, давай расскажу свою историю, да, до вступления в бизнес-клуб Грани была просто Мироненко Валерия дизайнер. И вот, когда там у нас в бизнес-клуб Грани разбивается на несколько обучающих, так скажем, этапов, курсов, они называются внутри Грани. Грани 1, Грани 2, Грани 3, Грани 4. И на одной из Грани есть такое задание. То есть, ты проходишь онлайн-уроки, вот про то, что мы сегодня с тобой, да, говорили. Прошел онлайн-уроки, потом у тебя выдается домашнее задание, ты это домашнее задание должен сделать, сдать, там, типа, проверка, ну, как бы, и дальше пошел по следующим граням двигаться. Так вот, одна из граней – это домашнее задание «Пропишите свои регалии». Ну, я, значит, сижу и думаю, вот, ну, кто я? Ну, я Валерия Мироненко, ну, дизайнер я, ну, кто еще? И вот, как бы, когда ты начинаешь вот эти шестеренки свои крутить, а я еще эксперт в области строительства, а я еще эксперт в том-то, а я то-то, то-то, пятое, десятое, если ты сейчас зайдешь на мою страничку, на мой сайт designmv.ru, ты можешь увидеть все мои вот такой вот большой перечень регалий. И я к чему? К тому, что вот до вступления грани я просто была дизайнер, Мироненко Валерия. Сейчас мы с тобой сидим, общаемся, я могу тебе перечислить все свои регалии, и они не просто невыдуманные, это набранные кейсы за время существования в этом проекте. И получается, что это может абсолютно каждый. Да, конечно. Ну и в завершении, если, например, клиенты смотрят на регалии человека, и там написано, что он член союза дизайнеров, там того-то, того-то, то получается, что он какую гарантию качества получает? Следит ли за этим ваш союз, клуб? Понимаешь, о чем я говорю? Ну, то есть, какой-то клиент заказал дизайнеру какой-то дизайн, а тот что-то сделал неправильно, и потом клиент, значит, к союзу претензию кидает, что что вы мне тут подсунули какого-то, значит, недоучку? Нет, во-первых, клиент сам выбирает себе дизайнера, никто его не заставляет. То есть, вы штамп не ставите, что это гарантия качества? Почему? Мы можем такой штамп поставить, что одобрено союзом дизайнеров и архитектов. Вот такой штамп мы можем поставить. Ничего для этого нужно будет с членом союза дизайнеров и архитектов. Уже профессионалы, уже владельцы студий. Вот они там. И там как раз и штамп одобрено союзом дизайнеров и архитектов. Я надеюсь, ты теперь понял, для чего, зачем и кому это нужно. Я абсолютно понял, что это такое, зачем это нужно. Ну и надеюсь, что наши зрители, если нет, пишите вопросы, попросим Валерию отвечать. Да, я с удовольствием отвечу на все вопросы. И если есть желание вступить в бизнес-клуб Грани, в союз дизайнеров и архитекторов, настоятельно рекомендую, потому что ваш уровень растет x2, x10. И таким образом ваши чеки растут x2, x10. И это проверено. Я уже иду, уже иду, иду записываться. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Всем пока. Пока-пока.